Есть места, друзья, куда мы возвращаемся вновь и вновь. И не только мысленно, но и физически, так, телом, душой. В данном случае мы находимся в отеле, который называется Ридс Карлтон. Здесь свободный вход, ну, как бы не свобода входа ограничивается тем, что надо было отдать 40 долларов за балет-паркинг. Тут красиво, друзья, это царство гольферов, денежные публики, солнышко, океан, берег. Мы много раз тут снимали, но когда-то давно. А сейчас, вот, в последнее время как-то все больше в Санта-Круз. Вот, смотрите, какое такое место симпатичное. Особенно здесь хорошая береговая линия. А мы со Светой просто так подъехали, думаем, кофейку. Может, и пообедаем здесь, посмотрим. Ну, в общем, если брать, то брать эти устрицы, которые здесь, вы способны. Устрицы. Хорошо. Вы, друзья, не представляете, как жарко сейчас в Кремниевой долине, и насколько прохладно вот тут, и какое-то облегчение душе. Ты не видишь самой красоты, которую я вижу. Потому что здесь совершенно фантастические белые барашки. Да. И ты их не видишь. Дай мне камеру, я засниму. Держи. Ее приближать же нельзя, я не знаю, туда я попадаю или нет. Ты хотя бы к себе приближь, чтобы звук был. А я ничего не говорю. Вот, но я вижу, что потрясающий совершенно океан. И мы сейчас вот перекусим и пройдемся, да. Тут есть совершенно потрясающая комьюнити домов. Мы ехали с тайной надеждой, вдруг там что-то продается. Казахистов. Да, но дело в том, что они все оказались закрыты. Это закрытая комьюнити, никого-то не пускают. И поэтому мы, наверное, не сумеем туда попасть. Это очень жалко, потому что нам самим было бы интересно. Пока мы там ожидаем наши устрицы, я подумал, пройдусь-ка вот так по фронту. Здесь еще и ветерок такой, знаете, прохладненький такой. Давайте так пройдусь. Это хорошая идея. Тут какие-то, что у них там, резервы, да. Ну, это у них тут, чтобы гости не ходили. В смысле, посторонние гости, чтобы не ходили, а только те, которые в отеле. Тут гольфовые поля. Вообще здесь рядышком есть целая такая комьюнити домов, где люди селятся, чтобы поиграть в гольф. Кто владеет, кто снимает, по-разному. Такие гольферские места. А вот туда дальше, если туда двинуться, вот походу, там будет остатки Half Moon Bay. Мы сейчас в Half Moon Bay, но там будет как бы такая классическая часть Half Moon Bay, там, где мы недавно снимали, вот последний раз. А еще дальше будет Сан-Франциско в ту сторону. Вот вы видите, люди отдыхают. Такая красивая картина отдыхающих людей, получающих удовольствие от жизни. Между людьми снуют сотрудники отеля, разнося напитки. Чем-то это напоминает, знаете, какой-нибудь там мексиканский курорт. Там тоже они все время бегают, разносят дринки. Вот и здесь то же самое. Единственное, что там все включено, то в чаевые надо давать, а здесь все это надо оплачивать. Но здесь народ не бедный, они на дринках не экономят, я вас уверяю. Давайте мы ближе посмотрим на океан. Тут, наверное, ветерок будет слышно, несмотря на мою защиту. Но вот так я помолчу. Такая у меня получается панорамная как бы съемка. Вот по этой тропочке, вот туда мы пойдем гулять вдоль берега. А здесь мы просто снимаем красивые картинки. Эдакий шато, друзья. Ну что, друзья, вот пришли устрицы. Их тут три типа. Вот эти вот Чалсис, Миягис и вот этот, вот эти покрупнее. Сейчас пытаюсь вспомнить, как называются. Называются они Фэнни. Вот это Фэнни. Вот эти Мияги и эти Чалсис. К ним уксус, лимончики. Слушай, тут... Это острый соус. Да, это острый томатный соус. В общем, сейчас будем наворачивать. Ну что, друзья, давайте мы устричку. Устричку. Хорош, симпатичная. Так, Фэнни. Устричка Фэнни. Эти Фэнни, они самые большие получаются. Они самые крупные. Мы ее лимонным соком. Тут сейчас немножечко, немножечко. Тут какие-то косточки попадали. Мы косточки уберем. Косточки нам не нужны. Ну чего. Давай. Хорошо. Они уже подрезаны. Не надо ее отдирать. Только вилочкой так раз. Зацепил и хорошо. Светочка, в чем польза устрицы? Скажи. Ну, а там ничего кроме белка нет. Это просто полезный белок и все. Очень полезный белок. Там не просто белок, а там белок очень полезный. Он просто чистый. Чистый белок, но кроме белка там еще есть некоторые вещи очень-очень-очень хорошие. А еще вот это вот у меня лежит. Это я сделала хлеб из гречки, фактически. Вот тоже очень вкусно получилось. Ну, давай уже, я тоже буду кушать. Все, все, спасибо. Спасибо. Ну, давай, ну, хорошо. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин